Музыкальное отделение ансамбля «Субботея» в 2023 году будет отмечать юбилей 10 лет. В состав ансамбля входит 5 преподавателей. Руководителем является преподаватель высшей категории детской школы искусств номер 2 – Азаренко Евгения. Когда родилась, тогда я пришла. Как мама говорит, с рождения кричала, пела, 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 пела. Очень хотела петь. Меня ни в одну музыкальную школу почему-то не брали. Но пришла Дубровина Лилия Павловна, я училась в первом классе, да, она пришла и говорит, мы будем петь. А после репетиции будем пить чай. Все, я побежала сразу. А так до этого я копировала артистов, которые были по телевидению, всегда пела. Ну, я без песни не могу. Ой, не хватало нам творчества. Мы детей учим, конечно, с ними занимаемся, концерты. Ну, хочется что-то еще свое и хочется вот эту народную песню в массы нести. Мы как-то собрались. А давайте-ка попробуем. А давайте. А попробовали и получилось. И как попробовали, попробовали мы осенью поздней, а уже весной взяли гран-при на краевом конкурсе. Получилось. Почему бы нам не продолжить? Вот уже 10 лет продолжаем. Придумали название «Субботея» от слов «Суббота», что означает отдых и радость. Взяли именно русско-народное направление, потому что очень любят свою родину. Несмотря на то, что закончила училище музыкальное по классу академического вокала, все равно вернулась в народную песню. Ну, как-то вот. И детям самое приятное, что детям тоже очень нравится народная музыка. И дальше девчонки поступают. Я говорю, может быть, споем с вами эстраду? Нет, мы народная. В народной музыке есть смысл, есть текст, есть мелодия, широта. Поэтому народная песня. Первая моя выпускница – Паврезнюк Екатерина Андреевна. Вот сейчас она преподаватель детской школы искусств номер два. Закончила у меня, потом поступила в театральный институт. Там отучилась, закончила. Вернулась работать. Тоже продолжает петь. Может быть, в городе вы слышали, в ее исполнении «Летела Гагара», песни «Частушки», шоу-группа «Рада». У нас вот три девочки. Я, Катюша и еще моя выпускница Инна Анфилофева, которая сейчас учится в Москве в институте Ипполитова-Иванова. Тоже на бюджете, на народном вокале. А вот дальше Ульяна Голодная, выпускница этого года. Тоже молодец. Шести лет у меня занимается. В этом выпустилась хорошо. И поступает в музыкальное училище. Тоже на народный вокал. И будет продолжать нести народную культуру в массы. Музыка. 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 Я с детства слушаю музыку. И потом видел мультик Крокодилу и Гена. И там играл этот крокодил на баяне или аккордеоне. Не помню уже. И я увидел и решил тоже на нем играть. Мама мне потом показала либо баян с кнопками, либо аккордеон с клавиатурой. Я выбрал аккордеон, потому что он лучше выглядит. Но на аккордеоне квалиатура такая же, как на фортепиано. Мне легче на фортепиано играть из-за того, что я играю на аккордеоне. А потом дальше, наверное, эти ребята будут связывать свою жизнь с музыкой до конца своих дней. Дальше после училища у них будут институты. Очень надеемся, что придут работать к нам. Все городские мероприятия, все торжественные собрания, приемы главы, все праздники, масленицы, Рождество, 1 июня, 9, все-все-все обязательно с нами. Вот кто ходит, жители Артема, если посещают городские мероприятия, наверное, мы вам уже запомнились. Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нуре, городские новости, телеканал Лента.